Прикольная функция на сигнализации Всем привет солнечного острова Хайнань Здесь, как и в большинстве азиатских тропических стран Больше половины населения перемещается на двух колесах И как мотолюбитель, находясь в отпуске, я не смог пройти мимо и не протестить этот чудо-транспорт Тем более 99% здешних мотиков электрические Некоторые подписчики в инстаграм, в голосовании, почему-то были против этого видеообзора Но я думаю большинству будет интересно посмотреть, сколько жрет и сколько прет Этот с виду несерьезный, малый Субтитры сделал DimaTorzok Внешне электроскутер New N1 выглядит супер Современный дизайн, крутая светодиодная оптика и литые диски Правильное и продуманное расположение органов управления Обеспечивает удобную посадку и позволяет комфортно перемещаться в городском потоке Лавируя между машин И если надо, заезжать на тротуары Здесь правил для таких мотиков нет Для пассажира есть также продуманные складывающиеся подножки Ручки для того, чтобы держаться И спинка, чтобы не соскальзывать назад Электронная приборная панель не перегружена И читается даже в солнечную погоду На панели отображается заряд батареи в процентах Спидометр, одометр и шкала выдаваемой мощности в амперах Как тахометр в привычном ДВС Кроме того, есть данные с КПП Включен паркинг или какая-либо из трех передач Кстати, тут есть GPS По которому в приложении можно отслеживать местонахождение мопеда Данный спутер оснащен мотор-колесом фирмы Bosch Мощность 2400 Вт, что в переводе на лошадиные силы составляет 3,2 Максимальная скорость заявлена 45 км в час Но мне удавалось разогнаться до 54 км На полной мощности на третьей передаче газ в пол Питается этот двигатель литий-ионной батареи В которой используются аккумуляторы фирмы Panasonic, LG и Samsung С емкостью 29 Ач Напряжение внутри сети 60 Вольт Вес самой батареи 10 кг Расположена она внизу, под ногами водителя Что позволяет снизить центр тяжести и улучшить управляемость Заряжается батарея от сети 220 Вольт Время полной зарядки 6 часов Полностью заряженный скутер проезжает около 100 км В зависимости от веса райдера или райдеров и режимов движения Кстати, вес самого аппарата 95 кг А грузоподъемность 155 кг Но местным это не говорит о том, что больше нельзя И встречались те, кто ездит даже втроем Подвеска у N1 стандартная и в целом неплохая Очень хорошо отрабатывает небольшие кочки и неровности дороги Спереди вилка неперевернутого типа Сзади два гидравлических амортизатора Клиренс у скутера всего 145 мм И этого хватает, чтобы ездить по здешним хорошим дорогам И также заезжать на большинство бордюров и тротуаров Единственное, что вызывает вопросы, это боковая подножка Хоть она и удобная, но расположена очень низко И при наклоне в повороте цепляет асфальт А вот центральная подножка здесь супер Мотик на ней стоит хорошо и уверенно И возможность завала на парковке исключается Тормозная система гидравлическая дисковая Передние диски 220 мм, задние 180 мм В городском режиме нагрузка на тормоза достаточно большая Потому как постоянно или разгоняешься, или тормозишь Из-за того, что какой-нибудь чудак едет по встречке Или разворачивается, перегородив дорогу Сказать о том, что тормоза плохие или хорошие сложно Средняя скорость движения 30-40 км в час Тут даже если выставишь ногу и будешь тормозить об асфальт Остановишься метров через 10 Шучу, конечно Теперь о некоторых фишках Как я уже сказал, скутер коннектится со смартфоном через блютуз И в приложении отображается его местонахождение, заряд и прочие данные Например, сколько километров можно проехать на текущем заряде Под приборной панелью под заглушкой расположен разъем USB Для зарядки гаджетов, крючок для шлема или пакета с покупками Рядом есть отсек для телефона и прочих мелочей Под сиденьем есть небольшой багажник для шлема, зарядки и других вещей Открывается он поворотом ключа в противоположную сторону от включения зажигания Здесь же под сиденьем имеется замок, открывающий батарейный отсек Но у меня он закрыт на дополнительные замки и доступ к батареи, увы, нет Мопед выпускается в четырех цветах Белый, синий, красный и серый И трех комплектациях Сити, Спорт и Про Отличия в основном в мощности и продолжительности движения Этих двух показателей ему как раз немного не достает Но учитывая стоимость от 120 тысяч, они вполне оправданы Прикольная функция на сигнализации Если потерял мопед на парковке, нажимаешь кнопочку красную И мопед мигает и издает сигналы Управлять этим мопедом очень легко Я думаю справится даже любая хрупкая девушка Все органы управления находятся так же, как на обычном мотоцикле Ручка газа, передний тормоз справа, задний тормоз слева Все рычаги управления светом, поворотниками, сигнал и прочее Расположены очень эргономично и к ним не нужно долго привыкать То есть вы садитесь и сразу едете Мотик бесшумный и удобный Мощности достаточно для того, чтобы перемещаться даже вдвоем и даже втроем с ребенком Потому что мы сегодня ездили втроем Разгоняется мотик очень шустро Но единственный минус это подъемы То есть втроем какой-то подъем он едет очень тяжело и быстро разряжает батарею Но здесь в Санье особо подъемов нету И можно уехать в любой конец города Главное, чтобы вам хватило заряда Сегодня китайцу, которого я его арендовал Посоветовал мне ездить на второй передаче До этого ездил на третьей передаче Но как показывает практика, сегодня мы приехали за примерно 15 или 20 километров от своей бухты, от отеля И разрядили батарею всего на 19% То есть примерно 1% батареи на 1 километр Заметьте, мы ехали втроем Если едешь один на второй скорости, то заряда еще на дольше хватит Ну и на второй передаче, он пускай максималка у него не такая большая Но он зато экономит батарею и хорошо тянет с низов Хотя в принципе и на третьей передаче он тоже неплохо едет Плюс в том, что можно не стоять в пробках Ездить по тротуарам, заезжать в парки Никто ничего не скажет вам за это Он не шумит, не дымит, не воняет Все очень экологично, тихо И не нарушает никакие общественные правила Сейчас я еду на второй скорости по тротуару 30 километров в час И уже такой серьезный ветерочек в лицо Звука нет, скорость не чувствуется вообще Но в то же время смотришь, а ты перемещаешься километр за километром И приезжаешь в пункт назначения Быстрее, чем на каком-либо другом транспорте И даже если сравнивать с машиной Ты не стоишь в пробках, не заправляешь бензин Не тратишь деньги на обслуживание Максимум может быть на то, чтобы поменять резину раз в два года Можно включить круиз-контроль И отпустить руки Мотик хорошо сбалансирован и едет прямо даже по неровной дороге Вот смотрите, продемонстрирую Скорость 27 километров в час Я рулю чисто весом Нажимаете тормоз, круиз выключается И мотик начинает замедляться постепенно Кстати, в мотор-колесе здесь использована специальная система Как и на автомобилях Тесла Во время торможения или спуска с горы Мотор-колесо подзаряжает батарею Ну, насколько она ее заряжает, я не скажу Но не разряжает точно Потому что я сам убедился в этом Заряд батареи сохраняется при движении с горы Ну и вот сейчас я проехал сегодня уже 35 километров Заряд всего лишь на 30% у меня ушел Ну вот такая вот экономичность Лично мое мнение Мне мопед очень понравился Если бы я жил в таком регионе То, конечно, я бы себе такой приобрел Тем более цена всего 120-150 тысяч В зависимости от версии Я напомню, что эта версия спорт Это среднячок Есть еще версия про Она более мощная И батареи в ней хватает на дольше Но большинство именно на этих мопедах И перемещается Спорт, это такой среднячок Цена-качество Если это видео было для вас полезным И интересным Поставьте лайк Напишите комментарий Дайте обратную связь И подписывайтесь на наш канал Увидимся в следующих видосиках Мотик очень управляемый Очень вьюркий, вверткий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok